Каждый объект относится к какому-либо типу. Или еще говорят, что объект является экземпляром класса. Классы часто соответствуют сущностям предметной области, в контексте которой работает наша программа. Например, практически в каждой корпоративной системе мы найдем такие классы, как клиент, контракт, заказ. Также классы могут играть вспомогательную роль и не соответствовать сущностям реального мира. Например, класс StringBuilder помогает собирать строки. Класс BigInteger реализует длинную арифметику. Заводя в программе классы, мы на самом деле описываем предметную область. И в каком-то смысле формируем тот язык, на котором наша программа будет написана. Класс — это общее описание, схема того, как устроена сущность. Например, у клиента должно быть имя, дата рождения, домашний адрес. А объект — это конкретный экземпляр класса с конкретным состоянием. Например, клиент по имени Василий Пупкин, 1990 года рождения, проживающий в Урюпинске. В программе может быть много клиентов со своими именами и адресами, но все они будут устроены одинаково, так как описано в классе. Объект может принимать сообщения. В большинстве языков, в том числе и в Java, отправка сообщения объекту реализована как вызов метода этого объекта. Набор поддерживаемых сообщений описан в классе и соответствует тому, что нам требуется от данной сущности. Например, клиент может переехать, и нам придется обновить его адрес. Значит, в классе клиент будет метод обновления адреса. Или мы захотим получить по клиенту список его активных заказов. Такой метод в классе тоже можно завести. Продолжение следует...